Зазывают к себе в машину, хватают за сумки и тянут за руки туристов. Все это характерные признаки таксистов-нелегалов. От рассвета до заката они ищут своих жертв на вокзалах. Но наученные горьким опытом путешественники уже не спешат вверять свою жизнь таким незнакомцам. Не знаем, куда нас завезут. Мы на троллейбусах обычно. Троллейбус, я думаю, самый оптимальный вариант. Почему не частное такси? Не знаю. Более, не знаю, может, безопаснее на автобусе. Риск не доехать до пункта назначения можно свести к минимуму. На железнодорожном вокзале Симферополя появились диспетчерские службы такси. Маршрут четко фиксируется и цену за проезд никто не взвинтит до заоблачных высот. Частное лицо предлагает цену, какую считают нужным. То есть у него верхний предел просто не ограничен. В диспетчерском пункте цены фиксированы. Пассажиры километра стоят 5 гривен. Это тариф межгород. Тариф по городу 2,50. Рустам Люманов раньше таксовал нелегально, но сейчас пришел к выводу, что жить по закону приятнее. Сейчас он частный предприниматель, таксист со всеми разрешительными документами для перевозки пассажиров. Сегодня он в целости и сохранности довез крымских гостей до Алушты и в аэропорт. Мы сами застрахованы водители. И кроме этого мы покупаем страховку. У нас есть такая страховка для пассажиров. Обязательная страховка для пассажиров. Так что им выгодно с нами ехать. И водители все имеют, частные предприниматели все имеют патенты. И платят государству. И пенсионный фонд отчисляет. На привокзальной площади летом происходит и много других чудес. Процветает стихийная торговля. Под запрещающими знаками стоят легковушки. А на автобусную стоянку пристроилось частное авто. За разъяснениями мы обратились к находящимся тут же правоохранителям. У меня такой вопрос. Стоянка запрещена. Стоят машины, автостанция для автобусов. Стоит легковая машина. Как это можно понять? Машина служебная. А служебной машинам разрешено. А вот эти? Эти тоже служебные? Какие имя? Ну вот эти вот. Лада. Да, здесь водители. А вы спрашивали у водителей? Вы спрашивали у водителей? Сотрудники вокзала говорят, что милиция здесь появляется часто. Вот только порядка почему-то не прибавляется. Марина Павлова, Андрей Тымчук, Служба новостей и ТВ.